Спасибо, такое хорошее введение. Общая мысль простая. Может быть, сверху человечеству дается намек, хватит безумно перемешиваться. Даже как в организме есть ткани, есть органы и так далее, они сплошной бульон из клеток. Так же и люди. Люди жили в маленьких сообществах, в сельских сообществах, в небольших общинах. И даже психика человека, она очень хорошо себя чувствует, когда человек живет в таком маленьком поселке. Ну, я родился в маленьком городке. В Израиле, когда я встречаю людей, которые живут в поселках или гощу в поселках, то я чувствую там очень особую атмосферу. Очень особо, когда человек имеет постоянный круг общения, вот, скажем, несколько сотен людей, у него какие-то механизмы очень хорошие пробуждаются. В отличие от городского жителя, перед которым много людей мелькается, для которого проходящий человек – это просто такой мысленный барьер между собой и не имеет. Значит, как ты сохранишься, когда тысячи людей перед тобой. Вот. И если коронавирус вынудит нас подумать о том, как жить в таких поселках, может, небольших, общаться больше по интернету, а с другой стороны, средства общения по интернету могут стать хорошими, не только как Zoom, а такая виртуальная реальность, чтобы ты почувствовал даже, что человек рядом с тобой сидит. Потому что очень важно, допустим, видеть язык тела. А я не знаю, меня слышно? По-моему, мой интернет совсем уже загибается. Слышно ли меня? Все, все. Интернет оправдан. Да. Да, у меня там уже ужасный интернет, я чувствую. Миша, Миша, есть работы, значит, о том, что где-то порядка, даже коэффициент какой-то, значит, порядка 50 человек – это тот круг, который оптимален для человека. Большим количеством он не может общаться. Ну, да. Бескомфорт. Физически. И если этот круг присутствует вокруг него физически, это благотворно влияет. Я даже, когда встречаю людей, живущих в маленьких поселках, или сам гостишь там, чувствуешь, это люди намного более теплые, у них эмоции больше в порядке, чем у городских жителей. Вот. И вот это чувство у меня хорошее. Если коронавирус вынудил бы нас жить в таких поселках, общаться хорошо по интернету, как я начал говорить, там прервался, связь, по-моему. Алло, слышно меня? Да, слышно. Сейчас нормально. Значит, средства общения по интернету тоже нуждаются в улучшении. Мы уже сейчас, слава богу, видим выражение лица, и то это иногда крупно, когда маленькое количество общающихся на зуме. А человеку еще важно видеть язык тела, допустим, да? Потому что жесты и все это улучшает. То есть, когда появится средство общения, которое ближе к виртуальной реальности, что можно будет приближаться, отдаляться, переходить от группы в группе. Людям станет еще лучше, и эти средства, они технически сейчас возможны. Я думаю, что будут усилены эти развития. И еще один момент, связанный с маленькими поселками. Сегодня мы знаем, что люди живут в маленьких поселках, а дети ездят каждый день в школы. Большие школы, намного поселков. И мне это тоже не очень нравится. Поскольку есть общая кризис образования, и просто не хватает хороших учителей, то мы видим альтернативу, то, что называется Академия Хана, где Сальман Хан, по-моему, он просто всю программу средней школы бесплатно вывозил на интернет. Он просто гениальный учитель, прежде всего. Учителя один на много миллионов. И, кроме того, там все полностью организовано. Там с домашними заданиями, с автоматической проверкой, и даже с возможностью учителя делать класс. То есть объединять учеников в классе, следить за прогрессом каждого из них, если нужно поддерживать. Там дополнительный вход для родителей есть в эту систему. Родитель может знать, как его ребенок себя в школе чувствует. И это открывает возможность еще делать разновозрастные классы. Если вот на возрастном классе дети вынуждены конкурируют, и это немножко тяжело для тех, кто не является наверху пирамиды, не отличники. Они часто будут чувствовать себя не очень уютно. Слышно меня? А то... Да-да-да. Да-да-да. Вот. То разновозрастном классе, наоборот, ну, такая простая модель, каждый ученик там с компьютером проходит свои уроки в Академии Хана, но кроме того, старшие опекают младших. Может, те старших, которые более продвинутые, могут не одного, а там двух-трех младших опекать. И намного более теплые отношения могут сформироваться. Это как в больших семьях, где много детей. Мы уже от этого далеки. Но люди, допустим, в религиозном мире, автодоксальные евреи, они это хорошо знают. Когда хорошая семейная традиция, и старшие дети опекают младших, в результате все вырастают в каком-то смысле эмоционально более нормально. И таким образом в маленьком поселке можно будет иметь и школы, которые внутри поселка, и будут объединены. Ну, кроме того, что ученики, конечно, тоже со своим более широким кругом могут в интернете общаться. Значит, моя основная мечта – дать людям почувствовать, что это может быть хорошо, что это может быть лучше, чем мы живем сегодня, а не хуже. И кроме того, тема, которую и Михаил все время поднимает, это сельскохозяйственные роботы, что этот поселок, на нем может быть участок семейного каждого дома, и, собственно говоря, может, большой частью сельхозпродукции очень хорошей и качественной себя полностью обеспечить. Ну, вот такое видение будущего, к которому коронавирус нас уже частично приблизил. Вот мы общаемся на Зуме, и общение стало намного более богатым и энергичным. Вот Михаил, между прочим, как руководитель Дома ученых на Тане, тут, наверное, засвидетельствует, что жизнь стала намного более насыщенной интеллектуально. Ну, вот я более-менее... Да, конечно. Ну, вот на последнее, значит, я могу сказать, что если будут создаваться оазисы на Медеве, значит, а вот мы, когда была вот эта эпопея создания рощи в честь ученых и патриантов, так, нас туда возили, значит, места хорошие, так. Значит, и если вот такие оазисы повсеместно будут создаваться и стимулируется создание таких оазисов, значит, а это возможно, технологии уже позволяют с использованием, значит, солнечных вот этих вот пленок, которые позволяют с одной стороны пропускать солнечные лучи, которые полезны для растения, а вторую половину, значит, используют для энергетики и так далее. То есть действительно создавать комфортные условия. Если мы создадим комфортные условия, то, значит, для умных евреев, а большинство евреев умные, значит, как раз это будет мощнейший стимул, значит, вот такой децентрализации. Да, теперь вот то, что Миша говорил, значит, тут можно говорить, значит, о фантомном круге общения, так, в пределах, допустим, до 50 человек, так, а что такое фантомный круг общения, это не обязательно, значит, в пределах локальной какой-то территориальной общины, значит, так, и тогда можно говорить о децентрализированных таких фантомных обществах, значит, причем, Миша, еще что можно, так, значит, вот этот вот круг общения может быть по всему миру, допустим, вот тебе там, значит, сподобалось, так, в украинский, значит, какой-то, кто-то, значит, в Австралии или где-то, так, значит, и ты с ним общаешься. То ли в Мариупольске, допустим. Подожди, подожди, но смотри, но мне кажется, технологии, так, значит, в ближайшее время позволят, значит, преодолеть языковый барьер, так, основная проблема, мне кажется, для Израиля, так, значит, это то, что русскоязычные не могут освоить иврит, значит, а ивритоговорящие смотрят на нас высока, значит, так, и локти разводят для того, чтобы мы не попали в их общество, так, а если я с помощью смартфона, так, значит, могу общаться с любым, на любом языке, так, значит, это будет мгновенное общение, значит, и мы не будем замечать, что мы говорим на разных языках. Миша, вот как, это, мне кажется, задача очень важная и очень красивая, значит, для твоих коллег, для тебя. Вот как сделать так, чтобы можно было разговаривать, значит, технология очень продвинутся, вы знаете, по-моему, уже даже в скайпе уже есть эта возможность. Но ее надо сделать повсеместно. Ну, представь себе, представь себе, вот тот миллион, значит, русскоязычных специалистов, которые, ну, не специалистов, но и тех людей, которые прибыли, значит, так, если бы они бы общались на равных со всеми остальными, не так, то это было бы супергосударство. Я согласен. Сколько мы теряем. 80. Поэтому, мне кажется, что эту задачу надо ставить уже на государственном уровне. Но главное, чтобы людям понравилось селиться в поселки. И как Гершин сказал, что если условия хорошие, и то, что мы уже с Михаилом говорили, в Америке, в Европе, это сейчас ночью рядом, работники хай-тековских фирм из больших городов переселяются в маленькие городки, они могут работать по зуму. У меня знакомый показывал мне огромный домик, и там несколько дунамов, огромный садик, там курочек разводят и так далее. Оно уже все становится. Главное, в Израиле разрешит людям. Вот это очень-очень важный момент. Ведь сельхоз земли у нас, я посчитал, примерно пол дунама на человека сегодня. На сегодня будет расти. Там около 9-10 миллионов дунамов сельхоз земли. Вы знаете, дунам это 32 на 32, это тысяча квадратных или 10 соток. Вот считайте 5 соток на человека. Значит, если придут роботы, сельхозроботы, которые смогут качественно обработать участок земли возле дома, что я называю качественно? Чтобы он полноценно использовался, чтобы он давал урожайность не хуже, чем в саду или на поле в Кибуце и Машаре. Тогда можно было бы изменить земельную политику. Сказать, мы людям разрешаем сельхозвободно на земле. Вот при этом условии. Там должно быть какое-то количество урожая, это сейчас очень легко и сверху наблюдать. А если вдруг человек не справится с этой задачей, если у него есть желание, вот эти роботы, сельхозроботы, он может даже сказать, я не эксперт, я этих роботов подключаю к высшему уму. И этот ум уже спросит только, что ты предпочитаешь, какие виды продукции, и позаботится полностью, чтобы на его участке было продуктивное использование. Ну, а если найдутся такие злостные, которые скажут, вот не хочу и все, то с них просто можно было бы такой налог брать, который бы все это серьезно. тогда бы у него был участок по цене виллы. У нас же огромная разница сегодня между ценой сельхозземли и ценой земли под застройки. И сегодня это правильно, потому что если не делать эту разницу, то просто заасфальтируют весь Израиль. Но если вот эти новые технологии придут, то вот это удовольствие жить в вилле и кушать вот этот свежий помидорчик мягкий с тоненькой кожурой, а не вот эти твердые как булыжники, которые к нам из магазинов приезжают, потому что их так удобнее везти. И все остальное нам намного вкуснее будет жить во всех отношениях. Миша, значит, ну тут можно как? Значит, минимальную какую-то площадь, значит, где ты можешь делать, не делать, значит, так, она должна просто быть закреплена. А уже если ты хочешь как-то развиваться, это уже другие условия. Значит, теперь ты говорил о тех землях, которые можно сейчас осваивать, так, а в принципе надо стимулировать, осваивать всю площадь. И технологии позволяют это делать. Просто это должна быть государственная политика, значит, которая поддержки, значит, вот таких начинаний. Для того, чтобы эта политика возникла, нужно создать пробное хозяйство. Одно, несколько, где продемонстрировать, что возле дома можно выращивать так сельхозпродукцию, чтобы земля со стопроцентной эффективностью использовалась. Там, включая даже крышу дома, на нем теплицу или еще что-то, виноградник можно делать и так далее. Миша, у нас сейчас я скажу, что это... где у нас много энергетика. А с Володей Файнбергом так написано. Солнечные панели на крышах теплиц ресурсы зеленой энергетики в Израиле. Я помню ваш доклад. Двойное использование солнечного света. Да, 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 вот это оттуда. Это хорошая идея. там большие площади, а тем не менее растения тоже нуждают в солнечном свете. Часть света, которая попадает через прозрачные стены, через прозрачные стены, они используются. Там, Герша, дай-ка вкратенько я зложу. Значит, в Калифорнии, по-моему, провели такие исследования. Значит, солнечная пленка, которая пропускает свет для фотосинтеза растений. Именно тот спектр, который нужен. Так, и поглощает эта пленка, значит, тот, те составляющие спектра, которые вредны для растений. То есть, она полупрозрачная? Ну, да, она прозрачная, она как фильтр. И что получается? Соотношение, значит, один к двум. Один к одному. То есть, половина энергии, значит, преобразуется в электроэнергию, а вторая солнечная энергия, значит, так передается. Под этой пленкой, да, ту остальную часть энергии можно использовать для того, чтобы, для всем нужны теплицы. На насосы, там, значит, и так далее. Множество функций, значит, и таким образом, значит, мы создаем комфортные условия для растений, значит, комфортные. Это можно регулировать, естественно, все, так, значит, и всю энергетику, так, причем часть энергии можно отдавать еще и наружу, потому что не все необходимо для этой теплицы. Значит, это касается теплицы, это вот они делали, так, ну, а для Израиля можно вообще, значит, если такую пленку над полем, представьте себе, над полем, так, значит, и создать комфортные условия для той растительности, которая там растет, причем подбирать для каждого, значит, могут свои условия, так, значит, помимо того, что это позволяет действительно улучшить урожайность, так, это создает комфортные условия для тех, кто работает на этом поле. Почему? Потому что под этой пленкой температура будет где-то градусов на 10 меньше, чем, значит, в том поле, в котором сейчас работают филиппинцы или кто-то там еще. Значит, таким, да, и мы, в принципе, можем, значит, даже пустыню, там, где сейчас пустыня, так, за счет вот таких солнечных навесов, значит, снижая температуру, значит, мы можем там создавать оазисы. Да. Да, то есть, это вот эти технологии занимают будущее. Совершенно верно. Только, только такое сомнение, что если подобная пленка имеет большую площадь, то ввиду того, что в Израиле бывают очень сильные ветра, особенно, когда ломается хамсин и так далее, вот такая пленка имеет большую парусность, ее снесет при первом же, окончании первого же хамсина. Ну, надо конструктивно предосматривать это все, конструктивно, значит, ну, а если посмотрим в городе, значит, у нас вот эти вот тенты, которые есть на площадках детских и так далее, они все сохраняются. Это очень прочный материал, типа брезента, соответственно. Правильно, то есть, основа прочная. Основа должна быть прочной. Там может быть какая-то адаптация. Может быть, в принципе, во время хамсина, значит, это может, значит, как-то двигаться и так далее. То есть, это уже конструктивно-технологические вещи. Анатолий Альбитс говорит о высокомолекулярном полиэтилене, которое суперпрочная вещь и довольно-таки прозрачная. Так что, есть, конечно, могут быть решения. Да. По поводу существующего расселения в Америке, Канаде. Мне приходилось и там, и там наблюдать. Дело в том, что мало кто сейчас живет в городах. Они в спальных районах в основном. У каждого есть участок. Правда, там не очень много любителей заниматься сельским хозяйством. Там, в общем, травяной покров главным образом. Ну, для детишек там всякие игры и прочее. А в Лондоне я обратил внимание на такую вещь, что... Три этажа со входом. Когда... Что? В Лондоне три этажа со входом. У каждого свой частный вход с улицы. Нет, я хотел про другое сказать. Там, где... Мы были в еврейском районе с товарищем, который там живет. И он... Мы обратили внимание с женой, что как-то все идеально аккуратно пострижено. Идешь там километры и все в порядке. Мы спросили, это что, народ такой упорядоченный? Он сказал, и да, и нет. Больше от муниципалитета зависит. Если они видят, что вот эти растения плохо подрезаны или вообще не обработаны, они накладывают такой штраф, что лучше двух садовников позвать, чем вот этот штраф платить. То есть, есть средства управления эмоциями населения, чтобы все было правильно. Да, а с роботизацией так этот вопрос вообще решается очень просто. Ну, когда это будет... Робот там будет, это все. Но у вас же... У вас есть пылесос-робот? Нет, а зачем? Пылесос-робот, он недостаточно эффективен, и он не делает то, что я хочу. Но вот эти шассии... Пылесос типа Тайсон, по-моему, всасывает почти весь ковер, если его оставить наедине. Ну, не знаю. У меня вот эта... Жена такой завела, значит, шустрый пылесос, так он в комнатах ходит, и иногда шумит, мешает, так его выгоняем. Когда надо, он идет к розетке подзарядиться. Нет, это вещь хорошая, но только ввиду размеров, она ограничена в смысле эффективности всасывания пыли. Я по своему старому ковру прохожу, он как новый, просто все блестит, и действительно ничего нету, потому что там разряжение где-то больше, чем полуатмосферы, почти целая атмосфера, две трети, может быть, больше, такой мощный поток, что все захватывает, но для этого нужны лопасти, для этого нужен объем, а это диск размером 30-40. Это все решаемые проблемы. Я должен сделать прогресс в робототехнике удивительный. Вы знаете, что произошло за последний год? фирма Boston Dynamics, она уже и человекоподобных, и собакоподобных роботов научилась делать, которые по динамичности и пластичности уже даже не человек, а какой-нибудь олимпийский спортсмен. То есть исключительно прогресс, нам даже трудно представить. Для сельского хозяйства они, конечно, не очень нужны такие, но вот эти манипуляторы, которые похожи на человеческую руку, которые могут очень тонко делать вещи, это сегодня сверхбыстрый прогресс. Я не удивлюсь, если в течение пяти или десяти лет эта сфера будет уже освоена. Я думаю, что сейчас появилась новая такая тенденция уже на протяжении десяти лет. это так называемые коллаборационные роботы или коботы, которые адаптированы к человеку, работают по его командам и так далее. Это небольшие такие устройства. Они перепрограммируют, их можно адаптировать, показать им пару раз, они уже повторяются тобой. так что вот такие сотрудничающие с тобой роботы, это та же самая собачка или нет? Это вопрос по моему чувству, как я уже сказал, в ближайших пяти-десяти лет. Пяти-десяти, не пяти-десяти. И я хочу еще одной важной темы коснуться. Почему хорошо, когда производство сельскохозяйственное рядом с нашим домом? Ведь сегодня, допустим, деревья, сады, это низкорослые деревья, очень урожайные, да? Но когда дерево растет рядом с моим домом, то мне хотелось бы наоборот, мне хотелось бы в саду гамак, с детьми играть и так далее. Мне жалко было бы эту площадь использовать для растений. Пусть деревья будут высокие. сейчас не делают высокие, потому что их труднее собирать, труднее ухаживать. Но если появятся роботы, мартышки и белочки, и все, что между ними, то сбор урожая с деревьев сделает нашу жизнь вокруг дома очень комфортной. То есть это дерево, оно и урожайное, и для человека оставляет очень много места для жизни. Более того, есть еще один момент. Сейчас стараются, чтобы урожай в один момент созрел на дереве, чтобы вот убрал, пришла машина, потрясла, убрала, и ждем следующего урожая. А если рядом с моим домом я хочу такое дерево, на котором круглый год будут свежие фрукты, и они есть, просто сейчас из-за промышленного использования от них отказались. Вот иметь свежие фрукты, овощи, а также, я не знаю, курочки, козочку и так далее, это вполне может быть реально для человека, который не занимается сельским хозяйством с утра и до ночи, а там я не знаю, разрабатывают компьютеры, или физика, или биология, занимаются какими-то, или Тору учат, кстати, Тору учат, будут иметь свои продуктивные хозяйства, будет меньше разговоров о том, что кто-то от кого-то зависит, да-да, все. Слушай, проблема, а как ты будешь детей снимать с таких высоких деревьев своих? снимать, ну да, придется еще отдельно, который у моего деда был орех очень высокий, так, так, осенью он я туда на него залазил, значит, срывал эти орехи и помогал. Ну да, у нас тоже в Виннице огромный орех. Вырос. Это же в Комере, так. Мама посадила тростиночку, он вырос, он закрыл весь участок, все деревья на участке немножко учатли, но от него был такой огромный урожай орехов и такая атмосфера вокруг, мы вполне были довольны. Нам весь год хватало. Да? Прекрасно. Ладно. Тогда дронов будешь запускать, дроны, так, он будет теперь снимать. Ну, не обязательно дроны, я думаю, будут роботы, которые лазят, конечно. Зачем? Не, лазить по веткам он же не будет лазить. По веткам? Запросто, а почему? Если белка или обезьянка, так вы думаете, что робот не может? Ну, будет лестница, там, разные варианты будут думать, но еще одна важная вещь, ведь эти деревья, они могут нависать над крышей дома. Мы же что хотим, чтобы площадь постройки тоже не отнимала урожая. На крыше можно как теплицу, между прочим, Гершин знает, Малия Дубим, замечательная фирма есть, да, которая теплица на крыше домов. Вы знаете? Что такое я слышал, да. на весь Израиль подводят воду и растения. Ну, я думаю, что нам не хватит, значит, так. А кроме того, большое дерево, если оно нависает на крышей дома, оно использует, нам что надо использовать? Весь этот солнечный свет и воздух, да, который нужен растениям, чтобы он использовался. Большое дерево будет его использовать тоже. Два варианта, или виноградник. Много вариантов. А у этого дерева корни, так, что под рандамент подойдет. Ну, да. То есть, вы хотите роботов-кротов тоже разрабатывать корни, подъедали, если они сильно... Ну, это, да, это все интересно, что там можно использовать. А потом фантазия. Хочешь так, пожалуйста, хочешь так. Это творчество. Правильно, правильно. Я как раз хотел сказать, вы все время говорите о возможности для творчества, там огромные возможности для творчества. Ну, вот такая мечта. Если люди заразились, они бы поняли, что коронавирус не такая плохая вещь, и все равно в эту сторону нас подталкивает. Миша, причем творчество-то иррациональное, так, потому что ни один робот не догадается, значит, создать вот это вот большущее дерево, которое еще с корневой системой, он скажет, это нерационально, так. А ты ему скажешь, а мне так нравится. Вот он будет делать так, как тебе нравится, потому что у него будет свое собственное мнение. жены. И все, и, кстати, все отходы, мы же сейчас, бытовые отходы это мусор, да, ведь в сельском доме практически нет мусора, вы же это знаете. Там курочкам, козочкам отдается, а если что остальное, оно может перегнить, и как передней уже идти. Очень мало мусора. И не нужны эти пакеты, ведь откуда пакеты, упаковки, что мы должны привезти все, если большая часть будет производиться здесь же, то и в пакетах и упаковках намного меньше. В общем, это целое направление. А хотя бы часть этих идей перевести на практические рельсы? Ну, надо, мне кажется, промежуточный этап это создать коллективный мозг, где самим убедиться, что это хорошо и к этому есть путь. А дальше, да, есть Технеон, есть прекрасные другие университеты, где студенты увлекаются роботами и вовлекать их в эту активность. Это просто было бы отлично. А кроме того, кстати, еще одну вещь хочу заметить. Городские дома опоясывающие террасами очень широкие. Вокруг каждой квартиры, чтобы у каждой квартиры, ну, допустим, терраса в глубину метра восемь, да, и опоясывала весь этаж, и он был полностью зеленым. В Сингапуре, между прочим, такое направление, оно тоже принимается. Вид у города совершенно меняется. Вот эти бетонные стены исчезают, появляются зеленые башни. Вот, это еще один прекрасный, прекрасное дополнение. И там тоже для роботов активность, потому что человека тут просторную террасу, если он работающий, ему трудновато будет самому все сделать. Ясно, хорошо. Не, ну, это направление, наверное, стоит обсуждать. Собирать вот такие семинары, обсуждать более широкого плана, значит, ну, и небольшими коллективами, наверное, начинателями этой идеи, так, в саду, то это вообще-то удовольствие собрать самому виноград с дерева, с лозы или яблоки с дерева. В общем, как бы это, я не знаю, насколько это. Вот у меня, я на первом этаже живу, у меня садик. У меня есть яблоня, есть лимон, виноград, абрикос. Но это большое удовольствие вообще собирать это, ухаживать за деревьями. Ну, правда, если пять соток, то это, конечно, уже другое дело. Но вот мой отец в доброй памяти имел такую дачу, тоже как раз пять или шесть соток. И он с огромным удовольствием весь летний период проводил там. Ну, правда, это на пенсии, конечно. Нет, но это на любви. Да, конечно. В это время хочет или отдохнуть, или что-то почитать, или что-то написать, значит, это поэтому. Ну, в принципе, для повседневной такой работы, значит, робот был бы по жизни. Да, ну, в общем, спора нету. В принципе, эти все идеи интересны и полезны, но если мы не будем с самого начала воспаряя в небеса, не иметь в виду некоторой конкретной реализуемой сегодня идеи и не работать ради ее, ну, чтобы она обросла конкретным материалом, то, в общем, это так и останется маниловскими мечтами. Но вот эта идея должна как-то концентрироваться и прорабатываться. Я прошел мимо, услышал вашу последнюю фразу. Ну, хорошо. Она очень важная, она меня зацепила, потому что я бы вслед за тем, что вы сейчас произнесли, сказал так, а какой можно предложить набор растений возле дома, чтобы сегодняшними небольшими затратами усилий, тем не менее, иметь полноценный урожай. Может быть, такие есть, какие-то фруктовые деревья или другие, которые относительно умеренные с затратой усилий, можно даже и филиппинца иногда пригласить, но с тем, чтобы самое главное требование, чтобы урожай был стопроцентным, иначе государство не станет выделять потенциально сельскохозяйственные земли под поселок. Да, понятно, но у меня уже есть ответ, правда, только в единственном числе на ваш вопрос, какие растения урожай. У меня есть лимон, который практически круглый год, три или четыре раза в год дает урожай. Если бы два лимона, которые работают не синхронно, работают в кавычках, то урожай был бы круглый год от этих двух лимонов постоянный. Китайские лимоны, они постоянно цветут. Китайские лимоны маленькие, они постоянно лимоны, там качество лимонов все-таки другое, я имею в виду обычный, нормальный лимон. Это прекрасный пример, может в нашу группу нужен еще действительно знаток растеневодства, вот, да, может такой минимальный набор, и тогда можно было бы уже образцовую виллу такую делать и показывать людям. да, мне кажется, вот, исходя из того, что говорил Марк Гайдас, значит, по общей теории систем, значит, надо определиться с целевой функцией, с теми ограничениями, которые существуют, мы могут их менять, расширять, значит, так, и тогда можно говорить о полезности наших идей. Значит, если наши идеи будут полезны, так, то они получат развитие. Если они будут противоречить тенденциям, так, то, а сейчас тенденция, по-моему, децентрализации рассматривается. Я по поводу целевой функции имею некоторое предложение, которое в одном древнерном романе я прочел. Значит, у тебя есть цель там какая-то, ну, какой пример? Ну, допустим, завоевать женщину. Такой бытовой пример. Ну, хорошо, ты завоевал женщину, а дальше что? Какая цель того, чтобы что-то завоевал? Ну, жить вместе, детей вместе там рожать и так далее. Ну, а в этом какая цель, чтобы детей, ну, и так далее. То есть, за первой глобальной целью должна следовать другая подцель, которая является более детальной реализацией первой. А у этой второй должна быть еще своя какая-то подцель. То есть, такая вот последовательная совокупность целей, которая приводит к какому-то результату. И в конце концов может оказаться, что исходная глобальная цель ввиду ее общности, она не имеет особого смысла, потому что то, к чему она приводит, ну, превращается, если не в абсурд, то в совсем неинтересный результат. Давайте конкретно. Сейчас, минуточку. Миша, Миша, значит, вот действительно Гершин задал интересный вопрос. Ну ладно. Да, и к общей теории систем, так, тут можно, значит, еще подключить теорию принятия решений, так, а там рассматриваются горизонты планирования. И вот если брать широкий горизонт планирования, так, на 10, на 20 лет, так, то оттуда можно и брать цель, такую, значит, долговременную цель. Вот Гершин, значит, по сути дела разбил на подцели, так, из этих подцелей конечную цель сформировать. И тогда, значит, это, в принципе, идеальная цель, это та цель, которая недостижима, у которой очень широкий горизонт планирования. так, и вы таким образом будете всю жизнь на эту цель работать. Ну, в этом смысл, чтобы пытаться достичь бесконечной цели и Но иногда из-за правильной, чтобы она была правильной, так, чтобы она воскаталась. Которая согласована у всех, чтобы приблизить к нашему обсуждению, приблизить народ Израиля к земле, по-моему, много людей согласны, по разным причинам, но согласны, что это очень важно. Не приблизить, а создать комфортные условия, потому что приблизить это что значит? Приблизить имеется в виду, что жить на земле, получать урожай, наслаждаться тем, что это твой участок. Вы знаете, когда у человека своя земля, у него инстинкт пробуждается тот, который для городского вообще не ведом. Это счастье. Миша, если ты скажешь, что для тебя будет комфортно, значит, когда ты будешь жить на земле, это я согласен, так? А просто когда ты будешь сказать, что ты будешь жить на земле, ну это ты должен... Ну мы уже понимаем, я говорю в контексте выше сказанного. Давайте так. Согласен. Зачем оговаривать? Я говорю в контексте выше сказанного, что это очень хорошо приблизиться к земле. религиозным людям это понятно, потому что Тора на этом основана, что земля Израиля разделится между семействами, да? И думали, как об этом делать. В ту эпоху, когда были трактора, это казалось смешно. Когда цель начнется, вот так жить по Торе, вот и все. Тут богаче. Михаил, я должен сказать, тут богаче, потому что наше общество разнообразно и не у всех всегда общая цель одна и та же, но может получиться чудо, что вот эта конкретная вещь, она объединяет каждого по своей причине, каждого по своей причине, но они находят место для объединения, что очень важно. Цель должна всех объединять. Вот эта цель, да, приблизиться к земле, и то, что мы на вот эту помидору... Не-не-не, это не цель приблизиться. Сейчас, подождите, я не могу в одной фразе окончательно, я в контексте говорю. И то, что та помидора, что мы покупаем, ведь одна четверть только или одна пятая от этих денег идет фермеру, а три четвертых идет на систему доставки и хранения, и это упростится. И то, что часть общества скажет, мы хотим только Тору учить, а наш участок будет обеспечивать нам комфортную жизнь. Очень много целей, еще раз, в контексте сказанных, не отдельно там спартанских условий и так далее. В конечном счете ты говоришь о комфортном, светлом будущем. Да, и спастись... А, еще очень важно... Которые ты достигаешь посредством вот этого. Да, спастись от будущих вирусов. И вообще это более... Вот этот дом автономно стоящий, ведь в нем можно сделать еще помещение, холодильник, где просто хранить годовой запас еды и даже много воды. И будет еще отдельный робот-плодовщик его обслуживать. Таким образом, будет автономия, она намного безопасность перед катаклизмами и военными разными. даже можно подземное помещение иметь. Миша, а зачем? Это все будет портиться. Ты в любое время можешь... Почему портиться? Есть продукты, которые естественно запасать. Запасать не... мы живем в не очень устойчивом мире. И не дай бог могут любые катаклизмы и военные действия иметь запас продуктов на будущее. Ну, ну хорошо, кто не хочет фруктов, овощей, пусть имеет там зерно, муку, сахар, воду. Если он считает, что такие... Спички, соль. Заряженные аккумуляторы, когда электрорезги упадут. Автономность очень важна. Мы живем в мире, где катаклизмы возможны. Надо в этом помочь. А может быть надо с катаклизмами бороться и обеспечить нейтрализацию? Это может быть когда-нибудь, но это уже другой горизонт планеты. Мне уже надо бежать. Да, и мне тоже. Ясно. Ладно, я думаю, что мы с пользой обсудили все эти вещи. Вот. Прощаюсь со всеми. Шабад шалом всем. Шабад шалом. Спасибо большое. Шабад шалом. До свидания. Так, все, я выключил запись. Субтитры создавал DimaTorzok